Всем привет! Вы смотрите самый инновационный репортаж БИЗ-ТВ прямиком из Сколково. 25 октября в технопарке проходит Сколково Cyber Day 2017, то есть целый кибердень, посвященный вопросам информационной безопасности. Общие впечатления следующие. Атмосфера деловая, очень много знакомых лиц и логотипов. В общем-то, это неудивительно. Тема информационной безопасности сейчас на подъеме, а потому и зеленые стартапы, и матерые разработчики – все желанные гости в Сколково колыбели российских высоких технологий. И хотя количество стартапов в ИТ-кластере по теме информационной безопасности ежегодно увеличивается, в этом году их, кстати, насчитывается уже 65, и практически каждая четвертая компания – это спин-офф известного разработчика по информационной безопасности. Тем не менее, на рынке остаются компании, которые наотрез отказываются иметь дело со Сколково, а некоторые прям-таки открещиваются. Аргументов хватает у обеих сторон. Безговорочный аргумент – это, конечно, налоговые льготы для резидентов Сколково, но, с другой стороны, на другой чаше весов – это статус и имидж стартапа из Сколково, который, возможно, опугивает некоторых заказчиков. Но, как можно говорить о доверии и долгосрочном сотрудничестве с компанией, которая не может или не хочет, ну, жадиной говядиной, обеспечивать себя сама, а живет на гранты и льготы. Ну, конечно, в бизнесе все средства хороши, но, по-моему, осадочек-то остается. Или все-таки нет? Насколько значок Сколково для вас является гарантом качества или, наоборот, клеймом? Я бы не сказал, что значок Сколково является принципиальным для меня. Скорее, это принципиальное значение имеет репутация на рынке. Наша компания доверяет на практике уже, потому что мы как раз сейчас с нашим партнером с IT-Cure, они, как стартаперы Сколково, добились чего-то уже на рынке, и в том числе добились того, что мы являемся их клиентами. Для меня не будет влиять как-то на выбор, есть ли лейбл Сколково или нет. Знак Сколково. Лично для вас что это такое? Насколько мы работали с резидентами Сколково, они не платят без НДС. Для нас это... Значит, есть возможность сэкономить. Ну, для меня это, в первую очередь, люди, которые готовы рисковать, готовы что-то новое предоставить на суд общественности. Шильдик, что это Сколково, ну, так же, как и шильдик, любой другой шильдик, он, в принципе, не является для заказчика сейчас каким-то абсолютным, что вот это точно можно этому доверить. Когда ты начинаешь общаться с заказчиками определенного уровня, компанией определенного уровня, ты понимаешь, что, ну, как бы, нужно, соответственно, и показывать, что ты все-таки уже тоже достаточно серьезная компания, а не начинающая стартап. Там негативный оттенок, порой как именно нестабильность, да, то есть стартап равно нестабильность, потому что ребята что-то начали делать, еще непонятно вообще, получится, не получится, насколько там качественный продукт и все такое. Когда заказчики видят Шильдик, Сколково, они как-то реагируют хорошо? Шутки шутками, а для заказчиков это действительно важно. При том, что, ну, как бы, Сколково, как правило, с крупными заказчиками сотрудничает, каким-то вопросом является для них, скажем так, как трасса Тадвайтера. То есть можешь что-то посоветовать, с кем-то свести, сконтактировать, опять-таки комьюнити. Вот, ну и мы когда проводим презентации, даже если это не Сколковское мероприятие, мы все равно значок Сколково с презентацией не убираем. И вы не сталкивались с таким, что заказчики не хотят работать со стартапами? Тественно сталкивались. Год назад мне довелось общаться с ребятами из одного ИБ стартапа, которые наотрез отказывались иметь дело со Сколково. Они предпочитали брать инвестиции у своего первого клиента. Возможно, такой подход и имеет место быть, но он явно усложняет жизнь, потому что тебе, как стартаперу, приходится искать партнеров, привлекать дополнительные инвестиции, всеми правдами и неправдами пробиваться на встречу с лберами и вот это вот все. Но, честно говоря, заказчики-то вовсе не спешат вкладываться в стартапы и растить их за свой счет. На твой взгляд, какой подход более эффективен и удобен, что ли, для стартапа быть обязанным, условно, одному клиенту или быть обязанным Сколковое государство. Чтобы просто ребята какие-то начинающие собрались и нашелся заказчик, который там серьезными деньгами их профинансировал, что они сделают ему продукт, я таких историй практически не знаю. Есть какой-то интегратор. В рамках какого-то проекта, который этот интегратор продал, он что-то делает для клиента. Из этого рождается идея «О, а почему бы нам не пройти-то в продукт и не продавать кому-то еще?» Вот такие истории, они на рынке есть. Ни одна история такая. Сколково это ресурсы дополнительные. И это действительно бывает очень полезно, потому что для того, чтобы успешно развивать продукт, в общем, нужно бежать достаточно быстро, иначе ты быстро останешься. Мы знаем несколько компаний, которые, скажем так, немножко скептически относятся к этой идее. Думают, что будет много бюрократической волокиты, куча бумаг, куча отчетностей. Но на самом деле, в общем-то, мы небольшая компания, мы прекрасно с этим справляемся. Официальные представители Сколково утверждают, что основных причин стать участником технопарка несколько. Налоговые льготы, маркетинговая и грантовая поддержка. С материальной поддержкой все понятно. Сколково покрывает повседневные расходы на исследование, оборудование, сертификацию и так далее, плюс большие гранты. А вот что из себя представляет маркетинговая поддержка, лично у меня возникают вопросы. На минуточку, у некоторых стартапов даже нет нормального сайта визитки. Действительно познакомились с несколькими нашими партнерами и продолжаем, собственно, через определенный канал искать клиентов, участвовать в мероприятиях. Мы получали грант Сколково на разработку нашего машинного обучения. Ну, собственно, мы его спешно закрыли, все, что запланировали, сделали, но это очень важная большая часть нашего продукта. Сколково рассказывает о том, что они организовывают встречи с клиентами. Несколько раз мы в таких встречах участвовали. Вот здесь в Сколково менеджеры руководят соответствующими направлениями по отраслям. Каждый из них, в общем, организовывает встречи с клиентами. Либо руководители IT, либо руководители службы информационной безопасности, либо руководители бизнес-подразделений заинтересованных. Ну, и само по себе имя Сколково, оно имеет определенный вес, вот поэтому, в общем, люди статусные тоже приходят. В Сколково есть поддержка маркетинговая, то есть это возможность бесплатно участвовать в мероприятиях, в которых принимает часть Сколково. Для начинающего бизнеса это очень важно, потому что есть возможность пообщаться с потенциальными заказчиками в рамках конференции. Не финансовые инструменты еще, это менторская программа, то есть возможность у начинающих компаний пообщаться с людьми, которые уже чего-то добились. Это либо владельцы компании, либо ток-менеджеры крупных организаций здесь, в России. К сожалению, программа, как мне кажется, не развивается активно, не так много людей, то есть именно менторов. Нет, не знаю, там Сергея Белоусова из Акрониса, там нет, там Давида Яна или кого-то еще из Аби, там нет никого из лаборатории Касперского. Ну, то есть вот такие компании, которые, на мой взгляд, все-таки должны, не то, что должны, но было бы здорово, если бы они участвовали. Одно из наиболее интересных обещаний Сколково это помощь в выходе на международный рынок. Попасть туда хотят все, это не секрет. И некоторые компании даже готовы вливать туда деньги. По словам Сергея Ходокова, стоимость выхода на международный рынок для компании составляет около 200 тысяч долларов за первый год. Но деньги это не единственная преграда. У компании просто-напросто отсутствуют знания о рынке, партнеры, контакты, да и заказчики слышат о вас впервые. Вы кто такие? Я вас не звал. Осколково берет часть рисков на себя и помогает организовать нетворкинг и договориться с акселераторами о потенциальном сотрудничестве. Партнерство с Осколково позволяет компании сохранить владение компанией за собой, потому что, как правило, акселераторы просят небольшую, но долю за участие в программе. Партнерская программа позволяет компании избежать потери доли владения. Многие наши участники выходят на международный рынок. Так, например, R&D-центр компании InfoWatch разработал новые продукты и в настоящее время открыл офис в Арабских Эмиратах. Аналогичный выход сделала компания Session4. Центр речевых технологий сделал решение на базе ранее разработок с использованием финансирования и в прошлом году прошло успешное пилотное внедрение в крупнейшем банке США Велфарго. Мое глубокое убеждение, что это рынок, где у России есть большие компетенции с точки зрения применения технологий машинного обучения, искусственного интеллекта, большой потенциал создания новых решений. Стартапам можно как раз искать новые решения, предлагать новые решения, появляться. И по большому счету зачастую там может не оказаться такой мощной, серьезной конкуренции. Если коротко подводить итоги, то Сколково для российских и бест-стартапов это как минимум неплохо, но до определенного момента. Когда компания захочет работать с крупными, серьезными заказчиками, то имидж молодого стартапа может стать помехой при реализации крупной сделки. Значит, пришло время абстрагироваться от бренда Сколково. Но тем не менее, если компания, уверенно встав на ноги на российском рынке, захочет совершить новый эволюционный скачок и попробовать свои силы на рынке международном, то Сколково, как заботливый альма-матер, поддержит начинание и смягчит возможные удары. Тем не менее, приходя в Сколково, нужно отчетливо понимать, что это не ясли и не детский сад. При всех своих ресурсах Сколково не построит за вас ваш бизнес. Сколково дает возможности и инструменты, а какими пользоваться или нет, это решать вам. В конце концов, развитие бизнеса это совокупность множества действий, где важна не каждая отдельная активность, а именно их сумма. И Сколково повышает возможность достижения успеха, потому что увеличивает количество ваших активностей. И после бесед с коллегами кажется, что для того, чтобы не идти в Сколково, нужны, ну, очень веские причины или отсутствие инноваций в вашей разработке. Согласны вы или нет, пишите в комментариях, делитесь вашими историями, а мы завершаем наш репортаж. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!